Спасибо. Значит, еще раз, я хотел сказать, что я в прошлый раз обманул народ со словами, что это вот у нас логотип сообщества, неправда, логотип компании, логотип сообщества состоит из пингвинов. Ну, не шуть важно. У нас сегодня довольно веселая тема, вернее, даже несколько веселых тем. Я продолжаю эксперимент на людях, как вы видите, я вещаю опять из офиса. Все еще, мне кажется, что здесь помещение достаточно гулка, но тот вариант записи, который я увидел, меня вполне удовлетворил. Посмотрим, я думаю, что сегодня не будет у нас таких лагов со звуком, как в прошлый раз. А тема у нас числа и строки. Прежде чем заняться числами и строками, давайте некоторый должок за прошлый раз. Я тут, кстати, еще один эксперимент на людях. Я тут настроил командную строку, которая называется ptpython. Она хороша тем, что она раскрашивает его вот и вывод. Соответственно, если вам понравится, скажите, что мы тогда так и оставим. Я не очень еще пока умею в ней работать. Но я, собственно, ее не использовал, потому что мне не нравилась тема. Буквально в последние несколько минут я эту тему похакал. В имя одной команды и вроде как замена красной на зеленой. Вроде как она стала более приличной. С моей точки зрения. Итак, долг за предыдущую лекцию, которая еще про строки. Про функции. Дело вот в чем. Помните, мы с вами говорили, и у вас было домашнее задание, кстати, про функционалы, вот про эту всю ерунду. Что функция может быть параметром. На самом деле в питоне это, в общем, норма. И в стандартном питоне есть самые примитивные функции, у которых есть параметр функции. Это функции max и sorb. У нас есть функции max, в которой, как видите, есть два параметра дополнительных. Ну, смотрите. Допустим, у нас есть какая-нибудь последовательность. Дать мы ее max от 1, 2, 2, 2, 2. Вот. И понятное дело, что в значении по умолчанию, вот, а в значении, если у нас нет вообще ничего, из чего брать максимум, то, соответственно, у нас получается ошибка. Но мы можем определить параметр default, и у нас внезапно будет вот такая вот штука. Вот. Но я хотел рассказать неправильно. Я хотел рассказать вот про то, что на самом деле, помимо параметра default, давайте мы определим какую-нибудь функцию. Определим какую-нибудь функцию. Дев, ну, скажем, fun, вот, а, return, ну, что return? А, процент, 10. Только по фуншую. У функции max есть параметры дополнительные. Это так называемая функция вычисления ключа. И эту функцию вычисления ключа можно ей передать. Ну, естественно, чего я несу. Не сюда надо было передать, а вот сюда. И внезапно у нас максимальное число вовсе не 2, 3, 3, 4, 5 максимальный элемент, а 768. Почему? Потому что функция максимум вычисляла не последовательность исходных элементов, а последовательность значения ключей. То есть к каждому элементу была применена функция key, и эта функция key вычисла ключ, а она остаток отделения на 10, а самое большое число среди присутствующих, самый большой остаток отделения на 10, конечно, 768. Вот, обратите внимание на то, что мы просто передали функции max функцию в качестве параметра. То есть max выступил эдаким функционалом. Ну, максимум по ключу это еще не так интересно, а вот сортировка по ключу это совсем интересная штука. Вот, ну, например, ну не знаю. Например, вот так можно сделать. Вот у нас есть какая-нибудь массив строк, да, сорти. Массив строк, да. Вот. Который упорядочивает строки лексикографически, но с ума же, как у нас сравниваются все последовательности лексикографически, да. Вот. Самая меньшая последовательность начинается на самый меньший символ, да, а самая большая на самый больший символ. Вот. Если я, например, хочу, чтобы вся эта штука сортировалась не по, не лексикографически, а, скажем, по длине, мне всего лишь нужно передать в качестве функции вычисляющий ключ функцию len. И вуаля, у нас самая короткая последовательность первая, а самая длинная последовательность последняя. Вот. Ну, к слову сказать. Вот. Вот так вот устроена передача функций в качестве параметров некоторым, некоторым стандартным функциям питона. На самом деле таких функций питон больше. То есть, это нормально. Вот. Идея сортировки по ключу, и вообще упорядоченная по ключу, и поиск по ключу, это такая общая идея. Используется в базах, да, очень много где. Ну, и в частности, довольно удобно решать свои насущные проблемы. Например, когда у вас элементами вашей последовательности являются какие-то тяжелые, здоровенные эти объекты, да, а всего, чего вам нужно, а сортировки, отсортировать их, чтобы можно было потом поиском быстро искать бинарные примеры, да. Вот. Так вот, для этого вам же не обязательно сортировать эти объекты, ну, как так сказать, сравнивать эти объекты, ну, так скажем, целиком, да. Вы можете предусмотреть некоторую функцию ключа, который будет залезать, там, брать какой-нибудь уникальный идентификатор и сортировать эти ваши объекты просто по идентификателю, например. Вот такие дела. Это что касается долгов по части функции. Теперь, значит, что касается чисел. Мы свадьбу уже привыкли к тому, в том числе и при выполнении домашних заданий, что вещественных чисел в питоне нету. Зато в питоне есть натуральные числа и так называемые десятично-строковые. Вот. Я так понимаю, что одно резон через другое, могу ошибаться. Но если мне не изменяет память, модуль децимал, модуль децимал, он более такой мощный, а модуль фракшнс более наглядный. Начнем с модуля фракшнс. Что такое модуль фракшнс? Фракшнс – это натуральное число. То есть числа, представимые в виде дроби, а целых чисел. Описываются они так, ну, скажем, давайте даже не так сделаем. Напишем from fractions import fraction as… или нет, давайте не будем asf, а то вы еще запутались. Ну вот, значит, что мы можем сделать? Мы можем задать натуральное число f… фракшн, ну, скажем, ээээ, зачем нам? У, вот, зараза. Почему она мне, дура, по табу подставляет по большим и маленьким буквам? Надо это выключить, не привык я к этому. Да, ну так вот. Фракшн, ну, скажем, дура. Ну, отличное число. 123 первых, что неудивительно. Вот. Что важно, допустим, попытаемся мы этот 123 первых разделить на 7. Ну, вернее, ну, хорошо, пускай даже там. Обратите внимание, что мы можем наше вещественное, это не вещественное, рациональное число поделить на, например, целое и получить вполне себе рациональное число в качестве результата. Да? Ну, скажем, на 9. Вот. Видите? 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 Вот. Это что касаемо, кстати, закономерно, вот здесь, кажется, оказалось простое число, потому что мы получили несократимое другое. Вот. Поскольку рациональные числа во фракшне моделируются из двух целых, а целые в питоне бесконечны, вы можете вычислять с абсолютно бесконечной, ну, так, актуальной бесконечной точностью все ваши вычисления. То есть, вы можете вполне... Что у нас там было? 0,1 плюс 0,2, да? Вы можете вполне написать фракшн 0,1 плюс фракшн 0,2 и получить 3 десятых. Хороший, натуральный, правильный 3 десятых. Вот. Правда, боюсь, что... Боюсь, что если мы скажем фракшн 0,2... О, мы даже получим настоящий 0,3, обратите внимание. Ну, тут у нас товарищ сокращенец подсказывает, что, разумеется, в каноническом представлении рационального числа числительный и знаменатель взаимно простой, ну, в данном случае я имел в виду, что сверху образовалось еще и простое число, на самом деле. Да, потому что, ну, как бы делили, 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 больше оно ни на что не делится. Теперь на что больше не дели, не дели знаменатель, числитель уже не уменьшится, не сократится. Вот. Ну, насколько эти расчеты лишние, вопрос сложный, потому что я подозреваю, что фракшн в памяти как-то по-хитрому хранится, хотя, может быть, и нет. Может быть, и нет. Может быть, действительно производит каждый раз нормализацию. Вот. Ну, это, в общем, удобно для каких-то символных вычислений, удобно для представления данных. Вот. И еще раз обратите внимание на то, что вычисления в терминах фракшн работают с универсальной точностью. Да. Они всегда, всегда как надо устроены. Правда, прошу заметить то, что я взял в камычке вот здесь вот эти две карты. Потому что, если бы я написал вот так вот, то сначала бы сформировалась константа 0,1, вот та самая модель вещественного числа, неполноценная. А потом уже из нее фракшн сделал бы рациональное число. И знаете, какая она получилась вот такое? Действительно, вот эта вот штука, поделенная вот на эту штуку, ближе всего подходит к тому 0,1, которую мы с вами знаем. Ну, понятное дело, что это вот надо еще указать точность, чтобы мы увидели, что это не совсем 0,1. Ну, в общем, идея состоит в том, что вот это вот гораздо ближе, а может быть даже в точности равно тому числу, которое моделирует у нас 0,1. Вот. Я честно забыл, в Питоне, наверное, есть возможность указать ширину выдачи вот этой вот штуки. Я не помню, надо посмотреть будет, ни сейчас, ни на лекцию. И мы бы узнали, почему там, где там после нуля какие-то очередные знаки. Вот тут Мирон спрашивает, что при вычислении в вещественных числах у меня получалось 9,3 с периодом и в конце 8, да, а на самом деле должно было получаться 10. Да, конечно, если ваше вычисление происходит исключительно в рамках рациональных чисел, то есть вы не берете корни из непонятно чего, да, там не считаете синусов, вот это все, да, а занимаетесь только арифметикой, то, разумеется, вычисление в терминах fractions или децимал, сейчас мы будем еще говорить о децимале, вам помогли бы, но, повторяю, это только в случае, если вы собираетесь, если вы собираетесь считать, кстати, давайте проверим, я почти уверен, что я почти уверен, что синус у нас есть t, да, да, синус от t, либо нельзя посчитать, либо можно посчитать, но он-то уже будет чисто флор. Вот. Почему можно посчитать синус от t, кстати сказать? Мы же с вами говорили уже о том, что питом из эксостровой типизации никакого подпольного преобразования из одного типа в другой не делается. Я так подозреваю, что синус от t можно посчитать просто потому, что Глеб спрашивает, почему int от 8.9 равно 8. ну, потому что так устроена функция, это же не раунд, это целая часть, вот она и берется целая. Ну, в общем, почитайте документацию, пожалуйста, там все написано. Вот. Значит, так вот, я так думаю, что это происходит потому, что сам тип фракшен поддерживает то, что называется numeric protocol питомовский, то есть всякую числовую работу с ним, вот. А преобразование в флот уже делается в синусе. Но боюсь, что здесь я до конца не компетенция, надо этот вопрос поисследовать. Да, значит, это выглядит, это выглядит как постыдное преобразование под капотом. Мне это не очень нравится, но, повторяю, в питоне иногда бывает так, что на самом деле просто соответствующие функции уже написано. Не так уж много встроенных функций в t, прямо скажем. Но, видимо, да, видимо... О, я знаю, в чем дело. Да, значит, окей, значит, примерно тем же свойством обладает модуль децимул, который, кажется, использовать выгоднее, он быстрее, просто эффективнее. Но он не такой наглядный. Омпорт. О, вот тут Артур подсказывает, как посмотреть более точное число, можно при операции форматирования... Кстати, мы сегодня про них будем говорить, может быть, тогда вспомним совет Артура. В операции форматирования указать точно. Спасибо. Это, кстати, нам понадобится сегодня. Импорт. Импорт. Где цимул? Чего? А, как обычно, я... Да, это надо удалить. Это у нас тут немножко по-другому устроено. По-другому устроено. From decimal import. А, вот оно, decimal. Во. Значит, обращаю ваше внимание на то, что мы уже видели с вами, что при попытке сделать фракшн уже из вещественного числа, понятное дело, всякая точность уже потерялась. Вот. Та же самая херня с decimal. Если мы попытаемся делать decimal из уже вещественного числа, то у нас получится вот такое вот вещественное число, совершенно очевидное в своем, так сказать, в своей неточности. Да? А вот когда мы сделаем вот так вот, то есть передадим конструктору decimal прямо строку, он говорит, нет, ну это decimal. Вот. Decimal, тип данных, который хранит вещественные числа в десятичностроковом формате, а может быть даже не десятичностроковом, может быть даже еще более эффективно. Я в точности, опять-таки, не заглядывал. Можно посмотреть. Ну, понятное дело, исходные коды все есть. Вот. Фактически он ведет себя примерно так же, как ведет себя int. За исключением того, что давайте мы сходим в decimal. Там есть несколько интересных подробностей. Мы на них только глянем, а возможно в домашнем задании придется их использовать. Вот. Значит, в модуле decimal есть управляющие штуки, которые называются контекст. То есть, мы указываем, с какой точностью производятся все вычисления. Вот. Все-таки нам надо импорт детского. Это я импорт, а не делал. Вот. Теперь у меня тут надо все-таки отучить его делать. Где-то контекст. Точность 28 знаков, как я понимаю. Вот тут написано. Соответственно, что дальше? Вот этот контекст определяет вычислительную модель, внутри которой вырабатывается. Чем выше точность, тем медленнее со всей очевидностью работают все вычисления, потому что вам приходится целый массив лопать. Вот этот способ округления. Ну, в общем-то, еще какие-то есть дополнительные настройки, которых касаться не будем. Но вот точность выполнения операции – это интересная штука. Вот давайте сейчас отщелкаем примерчик вот отсюда. И вот. Просто скопипастим его и посмотрим, что получится. Че? А почему он не это самое не выполнился? А, понятно, почему он не выполнился. Это надо было принт сказать. Он просчитал вот этот код куском кода, это причудо ПТ-Пайкона, с которым мы работаем, и решил, что кусок кода он не будет, он его выполнит как кусок кода и не будет объекта засвечиваться. Вот. Значит, обратите внимание на то, что при вычислении с шестерной, со шестью знаками у нас выдается шесть знаков, а при вычислении с двадцати восьми знаками у нас будет выдаваться двадцать восемь знаков. Пожалуйста. Все остальное примерно понятно. Примерно понятно. Отсылаю вас к, значит, документации по децималу. Хочу только обратить внимание на то, что вот у десятичных чисел, у децимал-чисел, давайте мы сделаем так вот. Есть несколько, немножко встроенной математики. В нем есть логарифмы. Вот. В нем есть какие-то операции логические с ними. Вот. Ну, что такое Макс, я не знаю. А, ну, может быть, это фунстер. Ну, короче, вот, почитайте, что они умеют. Они умеют больше, чем, значит, просто какие-то вот абстрактные модели, да, у них есть несколько интересных штуков. Во, еще есть Астюк, ну-ка. Что там еще? А, Астюк, ну, возможно, я соврал, и он хранится в по знаку на десятичном представлении, вот ровно так, как тут написано. А может быть, это просто модель такая, смоделировать число теплым и в теплый выбор. Тем не менее, весь довольно забавная штука. Значит, к сожалению, больше я не могу, у нас нет времени на знакомство с числами, но вы поняли, что есть мощные механизмы, которые позволяют вам не мегаэффективно, но достаточно эффективно, и главное – это работать с произвольной точностью с числами. Вот. Есть еще одна любимая моя тема – это функция арктангенс 2, которая там 2. Значит, не хватает времени у меня ее каждый раз рассказывать. Возможно, у меня, кстати, по ней есть текст. Тут вот сокращение говорит про то, что что-то считается в экспоненциальной форме. Я не очень распасывал это утверждение. Мне кажется, надо пообщаться на этот счет в чатике. Насчет того, что такое считать в экспоненциальной форме, я, честно, не очень знаю. Вот. Значит, я даже хотел написать статью на эту тему, на тему функции от А2, но выяснилось, что она есть, правда, ее нет по-русски, может быть, имеет смысл русскую википедию. Короче говоря, в вычислении геометрии на проскости очень часто нужно вычислять угол, не имея данных об угле углу, а имея данных о положении точек на плоскости. Понятное дело, что у нас есть два качества, мы вполне можем, да, у нас есть х координат, у координат, мы вполне можем, это два качества прямоугольного треугольника, мы можем взять операцию арктангенс и получить, собственно, угол, тангенс которого равен отношению двух качеств. Проблема состоит в том, что в этом смысле у нас, как вот на этом графике нарисовано, наша функция нам даст очень небольшой угол, он не даст нам все 2π, он даст только π, если не меньше, π, да. Он даст π. Вот. То есть, на самом деле, восстановить нормальный угол по положению от, допустим, оси ух по положению точки мы не можем. Нам нужно еще знать, в каком квадрате точка засела. Ну, так вот, в действительности мы это сделать можем, потому что у нас есть все нужные координаты, надо будет проверить, действительно, сокращение, там исследуют тип детства, правда, интересно. Вот. Потому что у нас есть все нужные координаты, чтобы узнать отрицательный угол положительный, в какой квадрат эта точка уперлась, да, вот этот угол, допустим, да, там, 45 градусов или 180 плюс 45, да, вот, 225. Значит, короче говоря, для вычисления на плоскости идеальная функция, вот, поэтому ее наличие это очень круто. Еще одна небольшая тема, которую я хочу предложить вниманию общественности, возможно, мы по ней устроим еще немножко продолжение про то, как писать тесты. И это тема, есть прекрасный модуль random, вот тут ссылка битая, битая ссылка. Вот, есть прекрасный модуль random, который предоставляет интерфейс к генератору псевдослучайных чисел. Обратите внимание, это не случайные числа, а именно та, что называется датчик случайных чисел, то есть штука, которая позволяет, штука, которая позволяет в некритичных по секьюрити приложениях, в хороших выборах каких-нибудь, всяких таких местах, имитирует последовательства случайных чисел. Вот. Тут есть, кстати, сразу плашка на тему того, что если вы хотите реальное, ну, как это сказать, надежное случайное число, ходите к модулю секретс, который будет пользоваться, например, аппаратным источником энтропии на вашем компьютере, там, а тем не менее, да, ну, как бы, и это хорошо. Вот. У случайных, у датчика псевдослучайных чисел есть одно большое достоинство, которое я сейчас покажу, которое, ради которого вообще им столько народу и пользуются. Сами случайные числа устроены до безобразия просто и функции работы с ними, да? Ипарт. Вот. Ну. Вот вам, пожалуйста, случайное число. Какие у него параметры? Нет у него параметров. Нет у него параметры. Вот. Возвращает случайное число в диапазоне от нуля до единицы, не включая единицу, как написано в документации. В действительности это моделируется не с помощью вещественных чисел, а с помощью, вот тут есть даже ссылка на алгоритм, вот такого вот алгоритма псевдоравного генератора. Вот. Да, 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 вот сокращение-то уже знаете, ответы на нужные вопросы, все правильно говорите. Я сейчас покажу. Значит, да, так вот, в действительности эти как бы случайные числа моделируются просто хорошей годной последовательностью огромных целых чисел, вот, у которой есть главное достоинство, а она не повторяется. Вернее так, она не повторяется в течение огромного периода. Вот. Достаточно взять в этой формуле, который, вот в алгоритме, который описан по ссылке, два, пару, что ли, взаимопростых чисел, начать их особым образом, значит, из них вычислять рекуррентную формулу. И в этой формуле будут возникать другие числа, и возникать они будут до тех пор, пока весь период не кончится, а период там, ну, правда, здоровенный. Вот. Соответственно, если мы хотим не вещественное число, а, допустим, целое, случайное, то у нас есть функция ранд, какой-нибудь, ранд чего, сейчас, ранд какой-нибудь рейндж, да, давайте, 15, который нам возвращает, чё, а, спасибо, дорогая, к, который нам возвращает все случайные числа в диапазоне от 1 до 15, не включая 15. Обратите внимание на то, что ПТ-Пайтон, встретив синтаксическую ошибку, ну, короче, не буду так демонстрировать, вы это еще увидите, вся их синтаксическую ошибку, говорит, не желает исполнять соответствующую командную строку, говорит, у вас там синтаксическая ошибка, поправьте, да, 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 вот. Вот, засерено, это то, что я control-c нажал. Вот, значит, ранд рейндж, в ранд рейндж указывается диапазон, не включая последний элемент, очень часто именно в задаче со случайными числами нужен диапазон, включая случайный элемент. Давайте я все это скопирую, что-то у меня в истории не сохранилось почему-то. Вот, давайте тут сделаем run int. Int. Включая последний элемент и, допустим, от 5 до 10. Вот, это классический способ случайного целого числа, от 5 до 10, включая 10, ну и такой вариант тоже есть. Более интересные функции, которыми тоже можно пользоваться, это choice и shuffle. Choice – прекрасная вещь. Это выбор одного из рандомов. Выбор одного из элементов в последовательности. Вот, в последовательность должна быть индексированная моя, то есть вы не можете туда закинуть риторатор или что-то такое, но все, что поддерживает индексацию, случайный выбор. Да, может там, тюплин, может список, что хотите. Вот. Тут мне пришло в голову узнать, а у choice и есть дополнительные параметры. Нет у него дополнительных параметров. Вот. Не shuffle, ну, shuffle, понятно, что такое. Ну, там, за 100. Вот. Это штука, которая перемешивает, перемешивается, mutable, доступная на запись последовательности, у которых есть операция присваивания элементов. И вот. Походу. Так вам. Вот вам, пожалуйста, перемешанный, перемешанный массив. Более хитрые штуки в модуле рандом, которыми на самом деле часто приходится пользоваться, несмотря на их кажущуюся хитрость, это sample и choice. Значит, что такое sample? Sample – это когда у вас есть множество элементов, и из них надо выбрать подмножество, не пересекающихся. То есть не один выбор, а несколько. Это иногда проблема, потому что, например, если вы будете просто в цикле делать рандом choice, то с некоторой вероятностью у вас возьмется один и тот же элемент. Вот. А вам нужно сделать именно подмножество. Случайно. Можно, например, сделать shuffle и потом обрезать кусок. Это тоже будет работать. Проблема состоит в том, что если у вас множество большое, а подмножество маленькое, то ради этого подмножества делать целую сортировку, а shuffle – это, ну, хорошо, не сортировка, но линейная перестановка элементов, идея так себе. вот sample, ну, скажем, четыре элемента. Вот, пожалуйста. Четыре случайных элемента разных из множества из пяти элементов. Если мы попытаемся тут, скажем, шесть элементов взять, он скажет, что не-не-не-не, так дело не пойдет, вы должны предоставить множество, в котором есть минимум шесть элементов. Вот. Недавно узнал, сегодня узнал, что у sample есть дополнительный параметр, который называется… давайте почитаем man, вернее help. Что у sample есть дополнительный параметр, который называется counts. Вот. Если вы указали у sample counts, то вы можете задавать множество с повторениями. Вот отличный пример, да, мы даже можем не писать, можем скопипастить его. Если мы берем множество только красных и синих, и у нас четыре красных и два синих, то отлично мы можем из этого множества выбирать количество элементов вплоть до шести штук, потому что у нас четыре красных и два синих. Ну и, соответственно, вот у нас получается вот такая вот примерка. Несколько смущает, что это не словарем задается, а с другой стороны, может, это и правильно, что не словарем задается. Такая вот красивая картинка. Обратите внимание, что если вы хотите взять, например, несколько случайных целых чисел, то хорошая идея там вот в документации по sample была, хорошая идея сделать их от range. вот скажем, вот почему? Потому что range, с одной стороны, индексируемый, индексируемый последует листья, поэтому он отлично сэмплится, а с другой стороны, она нехранимая. Вот все эти миллионы чисел, которые в нем есть, да, с невероятно большой скоростью, десять штук из них являются. Вот. Напоминаю, что это нужно для того, чтобы у вас не случилась такая прискорбная ситуация, что у вас какой-то элемент повторится или в случае counts повторится больше, чем нужно. еще одна функция рандома, и на этом мы с рандомом должны бы вообще по идее закончить, это функция choices. Вот. Не очень удобное название, оно интерферирует с названием choice, но как прибери, так и держится. Сравнительно недавно появилась в питоне, надо посмотреть, когда, думаю, в каком-нибудь 3.3 или 3.4. choices. choices. В 3.6 она появилась. Вот как. Значит, в 3.6 появилась choices, то есть совсем недавно. Ну, как. Не совсем, ну, в общем, относительно. Значит, этот самый choices, давайте посмотрим по ней документацию, раз что мы ее все равно открыли. Эта штука, которая из population, то есть последовательности, выбирает несколько произвольных количеств элементов, в том числе возможность пересечения, но с учетом их весов, то есть вероятности их взятия оттуда. Понимаете, да? Допустим, такой-то элемент у нас можно выбрать из корзинки с вероятностью такой-то, ну, или не вероятность, а с весом каким-то, вот, а такой-то с таким-то. Вероятности при этом задаются не в виде вероятности, которая меньше единицы, потому что вещественные числа, мы с вами знаем, что это опасная штука, а в виде целых чисел просто они все суммируются. Это будет, вот, допустим, 50 и вот, соответственно, 10.50, то есть 1.5 вероятность выбора первого элемента, 5.50 1.10 2, 30.50 3.5 3 и 1.5 4. Вот примерно так устроены эти самые веса. Вот. Иногда бывает удобно, например, если ваши веса на самом деле откладываются на линеечке, и у вас вероятность встретить первого элемента 10, второго 5, но на линейке он находится на пункте 15, следующий находится на пункте 45, следующий находится на пункте 40, на его 50, да? Вот этот, то есть такие вероятности отмечены на линейке. И вам нужно в качестве вероятности взять интервал между первым и вторым, вторым и третьим и так далее элементами. Тогда у вас будет так называемый кумулятивный вероятность. Сейчас мы на это все посмотрим. Вот. Если мы возьмем, скажем, рандом... Да, кстати, ну, я все-таки... Сэмпл от QE 6 counts... Он сравняется... Раз, два, три. Это предыдущий пример. Да? Значит, почему шесть? Ну, три элемента, а тут шесть. Потому что раз, два, три, шесть элементов. А что касается choices, сейчас давайте проверим. Значит, choices. Choice. С... Из того же QE с весами, ну, скажем, все того же 1, 2, 3. 1, 2, 3. И количеством элементов, ну, допустим, сколько? Ну, 10. По идее, E должно встречаться в среднем, в 3 раза чаще, чем Q, а W в 2 раза чаще, чем Q. Понятное дело, что в среднем вероятности эти случайны. Вот. Ну, давайте мы сделаем вот что. Мы сделаем... Вот. И посчитаем какой-нибудь choices. Counter. Choices. Вот здесь вот поставим Q, не 30, а, допустим, ну, не знаю, там, тысячу. Вот. Вот, смотрите. Прямо как по писанному. Да? Понятное дело, что это не 3, 2, 1, а какие-то более случайные веса. Но, как видите, они вполне, 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 значит, отвечают тому. Что-то мне не нравится, что они никогда не... А, они не должны. Ладно, не буду над этим тупить. В любом случае, так бывает. Если же мы скажем, что вот эти веса у нас кумулятивные, если, значит, скажут, что эти веса кумулятивные, то тогда это будут отметочки 1, 2 и 3, то есть находящиеся на одном расстоянии друг от друга, и тогда, скорее всего, эти веса будут одинаковые. Вот, смотрите, видите, числа близко друг к другу. Вот. Вот смысл чойсисов. Очень удобная, опять-таки, штука, в том числе для взятия, например, случайного интервала на отрезке, согласно, допустим, размеру отрезка. У датчиков псевдослучайных чисел есть одно достоинство. Читаю я комментарии сокращенца. Они не случайны. Идея состоит в том, что последовательность случайных чисел можно воспроизвести. То есть, если мы скажем, random.s равно какому-то там числу, ну, скажем, раз, два, три, и сгенерируем некоторую последовательность случайных чисел, ну, допустим, то получим некоторую последовательность. Эта последовательность случайно, она вполне себе подчиняется, как бы, на нашем бытовом уровне случайности. Но если мы снова запишем сид туда-обратно в датчик случайных чисел, то мы снова получим ту же самую последовательность. Смотрите. Воспроизводимый. Вот. Главное свойство датчика случайных чисел это воспроизводимость последовательности. Чем это хорошо? Вы можете использовать их, например, для тестирования. И если у вас тест упал, вы просто запоминаете тот сид, который вы туда забили, на котором он упал, и для того, чтобы воспроизвести, просто устанавливаете обратно в это значение и воспроизводите тест. Вот. Вот это и есть главное удобство датчика как, собственно, генератора, последовательного генератора из вот этого исходного числа. Вот. Если вам нужно как-то перезапускать, ну, используйте какой-нибудь тайм в микросекундах системное время. И отлично у вас будет производитель. Все. Поехали про строки. Строки. Вот. Что касается строк, то на самом деле я бы не стал с той образованной аудиторией и подкованной очень сильно распинаться про их базовые свойства. строки. Строки – это последовательности. Пишутся они вот… Еще-то я не с того тут начал. Пишутся, они, задаются строки четырьмя различными способами просто для того, чтобы вам было удобнее их писать. Строки могут быть в апострофах заданы, могут быть заданы в одинарных кавычках, могут быть заданы в тройных, и тогда они еще и многострочными являются. Вот. А, это все. Да? Ну и, наконец, в тройных кавычках. Да, это тройная апострофа, а вот еще тройные кавычки. Вот. Ничего такого. Когда вы задаете строку, забежу немножко вперед, как видите, вы можете использовать так называемые спецспецсимволы, они начинаются на бэкслэш, полный список смотрите в документации по строкам бетоновской, которые, спецсимволы, при выводе на экран, вместо того, чтобы выводиться так, как вы их задали, вводятся как-то по-другому. Ну, например, бэкслэш-кэн вводится как перевод строки. Причем вы можете написать, что этот тип панель А, бэкслэшен, 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 бэкслэшен. И получить вот Б, я сказал. И получить вот это. Кстати, бэкслэш-бэ тоже является довольно волшебным управляющим символом. Сейчас я про него тоже быстренько расскажу. Вот. Значит, вот здесь нас, например, подстерегает разница, что, что, в чем отличие А, принт А от просто А. Видите? Принт А выводит на экран строку А, и, соответственно, все управляющие символы выводятся так, как они, но они начинают управлять, а просто А в командной строке интерпретируется, как, ну, зависший объект, режимы, которого надо сдампить на экран, и в первом случае вызывается функция стр, а в том, в том случае, функция репа. Вот он, репа. Вот. Значит, управляющих символов некоторое количество. Вот. Давайте. помните наш разговор про адские и ужасные табуляции. Они тоже есть в питании. Вот. Пожалуйста. Вот. Обратите внимание, что на то, что несмотря на различия в длине вот этих букв знаками 100 всегда кратны 8 после каждого бэкслэш Т. Вот. И еще на то, что вот здесь вот у нас 8 букв, поэтому Е начинается с позиции кратной, дважды кратной 8, плюс 8, плюс 8. Ну, как полагается, да, вот отсюда, вот здесь была вставлена табуляция, поскольку она начиналась с позиции кратной 8, да, она становилась на позиции кратной 8, источник. Ну и мелкие извращения, которые, ну, да, тут вот нам подсказывает, подсказывает, сокращается, что можно еще писать всякие, всякие коды. сейчас сделаем. Вот. Всякие мелкие извращения, типа вот такого, сейчас покажу. раз-два-три-четыре-четыре-пять, б-б-кверк. Куда делись четыре-пять? Значит, символ бэкслэш-б, он же бэксплейс, передвигает курсор на одну позицию назад. И, соответственно, мы вывели раз-два-три-четыре-пять, потом передвинули курсор на две позиции назад и вывели поверх них кверх. Если бы мы это печатали на принтере, например, или на файл-цифровом печатающем устройстве, мы бы увидели букву Q поверх цифры 4 и букву W поверх цифры 5. Но нет, у нас терминал на нем так не видно. Кстати, в Тектрониксе было бы это видно в эмуляторе раскового терминала экстерма, но это из другой версии. Вот. Ну и что там еще? Букслэш-Р догадаетесь, что делает. Ну, в общем, не трудно догадаться, он перемещает курсор на начало, в начальную позицию и начинает писать замок. Вот. Интересно с помощью WS-R делать примерно такие вещи. For range от, допустим, 1000 print что там? и в xlash PR и n равняется в км. А, ну это слишком быстро. Тогда надо еще тайм. Обратите-ка внимание на то, как счетчик там. слишком медленно. Вот. Видите, счетчик отбегает. Что он делает? Он делает то, что сейчас пишет сокращенец в чатике. Он выводит строку, а потом делает бэкслэш-Р, то есть переводит ее на начало строки. Вот. Такая вот фигня. Если мы это запишем в файл, там будет вся вот эта цепочка, включая бэкслэш-Р. Но поскольку мы это выводим на экран, терминальчик, все очень красиво. Вот. Еще, как правильно говорит опять-таки сокращенец, есть возможность выводить символ с кодом таким-то. Вот. Ну, это уже как бы такое. Нас приближает все больше к терминалу, в котором не всегда программист на питоне имеет дело в качестве рабочего инструмента. Что-нибудь типа 0100 это какая-нибудь бебячка. Это 0, конечно. что произошло, почему почему вот x32 это 2. Ну, в общем, в общем, вот. Даже можно какой-нибудь уникод написать. А, нет, только это U, по-моему. нету Нету никого такого. Ну, ладно, вовсе, не хочу. Смотрите документацию, мне кажется, что вы идею поняли. Некоторые символы, начинающиеся на бэкскейп, некоторые символы, начинающиеся на эскип, на бэкскейп, господи, воспринимаются в реконструировании строки питона как управляющие и превращаются во что. Ну, если вам нужно вывести бэкслэш, выводите два бэкслэша и все будет хорошо. Или 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 выводите, сейчас скажу, что. Где у нас тут был наш эксперимент. Вот. Да? Или используйте модификатор строки р, который означает row, где никакой бэкспейс ни во что не превращается. Вот. Прекрасный вариант. Так. Это я немножко забежал вперед, но и правильно сделал, потому что эта тема важная. Что еще про строки мы знаем? Еще про строки мы знаем, что строки это последовательности. У них есть секционирование и индексирование. Сейчас давайте мы сделаем тестовую строку такую правильную. Вот. И с ней над ней будем издеваться. Нет, чтобы не издеваться, надо еще сначала несколько пробелов засунуть. Вот. Значит, есть секционирование строк. Нет такого места в строке. Есть такое место в строке. это было индексирование, есть секционирование строк. В общем, очевидно. Такое же, как у любых последователей, строка является последовательностью. Это все абсолютно та же самая фигня с теми же прибамбахами, которые есть у других последовательностей, в том числе обратный индекс. Все вот это. я помню, что я это говорил на лекции, но напоминаю вам, что элементом строки является строка. Поэтому ее можно тоже взять, элементы этой строки, элементы этой строки тоже можно взять. И секцию этой строки можно взять. Вот. То есть мы с вами имеем дело с операцией квадратной скобки, которая, напоминаю, на самом деле представляет собой эту расу гитайцев. Которая не совсем как это сказать, то есть это, конечно, захоронимая последовательность. Но то, что там хранится в памяти и то, что нам возвращает операция индексирования и секционирования вовсе не одно и то же. Ну, секционирование понятно инструирует новый объект. То, что нам возвращает операция гитайцев, это не то же самое, что на самом деле хранится в памяти. Потому что в памяти хранится последовательность. Причем непонятно чего. Сейчас я об этом еще расскажу, чего последовательность хранится в памяти. А выводится нам в качестве результата операции индексирования внимание внезапно не байт и не уникодные четыре байта, а строка. Так просто удобнее. мы с вами знаем, мы с вами знаем, что за счет этого мы можем, например, проверять нахождение подстроки в строке, что-то типа такого s.find ve, и он нам скажет, что ve не найдено, а вот 3, пожалуйста, най, отчет у нас. А, 3 там нету, там есть ve, ерт. А ерт, пожалуйста, найдем в 19-м, да? То есть, в отличие от других последовательств, которые операция поиграть вообще нет, операция индекс возвращает положение элемента в последовательности. Строка работает именно с подпоследовательностью и ему можно найти ерт в строке s. Это очень удобно или даже вот так. Вот. Ну, естественно, неверный индекс, в отличие от файда, который возвращает минус единицу, неверный индекс нам вернет ошибку. В смысле, не ошибку, бросить исключение. Вот, пожалуйста. Что, в общем, понятно. Вот. То есть, строка является последовательностью с точки зрения питона, причем все питоновские, так сказать, удобства, все удобства произвольного обращения с объектами в питоне в строках отражены. Захотелось сделать операцию индексирования не возвращающую какой-то байт из строки, а возвращающую тоже строку сделали. Захотелось сделать операцию in проверку принадлежности, вот это все, чтобы он работал не только с элементами с подстроками, тоже сделать, стало удобнее. Вот. Все ради нашей удобства. мне спрашивают, Винянин спрашивает, есть ли в питоне многострочные комментарии или является хорошей практикой использование строк типа три кавычки, три кавычки. Не то и не другое. Современные редакторы, включая редактор Вин и всякие другие редакторы, начиная с редактора Idle, который с питоном поставляется, имеют функцию выделения блока и превращения его в комментарии и обратно, закомментирования и раскомментирования. Вот. Поэтому многострочные комментарии, то есть комментарии, которые отличаются от исходного кода только тем, что в начале стоит какая-то бибячка и через несколько строков в конце стоит такая какая-то бибячка в питоне просто отсутствует. Это с точки зрения чтения длинных полотен кодов, в котором встречаются длинные комментарии, неудобные вещи. То есть это нужно, чтобы ваш раскрашиватель кода еще умел правильно раскрашивать это дело. У Вима иногда случаются такие сбои, ну и мод. Соответственно, в питоне комментарием является строчка, перед которой стоит решеточка. Вот. И если вам хочется делать многострочный, просто берете и одной командой редактора комментируете это дело или раскомментируете. Что же касается строк вида три кавычки, три кавычки, просто повешенных внутри кода, так можно делать, вот, но они выполняют совершенно другую роль. Это строки документации. Интересно, где у нас разговор будет про строки документации? Наверное, там же, где будет разговор про модули. Это строки документации, и как правильно замечает Виктор, они используются в первую очередь для самодокументации кода, и делать из них многострочные комментарии можно только, ну, как это сказать, по-быстрому, на всякий случай, на скорую руку. В действительности так лучше не делать. Да, я повторяю, любой текстовый редактор имеет функцию закомментировать и раскомментировать. проблемы с этим. Если вы действительно хотите сделать большое полотно комментариев. Скорее всего, кстати, если вы хотите сделать большое полотно комментариев, на самом деле, документацию. И тогда, да, тогда делайте строку документации, все будет хорошо. Так, мы переходим к большому, довольно тупому блоку, который надо по-быстрому пробежать, чтобы осталось время на более интересные темы, вас. Если мы их не успеем, мы к ним еще вернемся. А, так мы можем к ним вернуться потом. Мы к ним не можем вернуться, когда мы будем говорить про файл. Очень хорошо. Потому что я переживал, когда я писал план лекции, мне казалось, что вот это уже не влезет. И оно не влезет. Ну и хорошо. Значит, а может и влезет, у нас еще 20 минут есть, 25 минут. Простая и тупая тема, это всевозможные методы строков, которых у питоновских строк в общем прорубь. Из них мы некоторые знаем, типа каунта. Каунт, как мы помним, считает количество элементов. В последовательности, ну а в строке, как нетрудно ожидать, считает количество подстрок, а не элементов. Да? Мы можем что-нибудь типа такого. Только в кавычках. О! Тадам! Значит, количество подстроков. Но в действительности в питоне, например, очень большой набор. Не знаю зачем. Я думаю, что когда-то Гвиду было это по фану, а потом он не стал это выбрасывать. Есть довольно-довольно большой набор методов, которые работают с большими и маленькими буквами. например, вот так или вот так. Ну, понятно, это можно сделать. Да? Че? А! Понятно, почему большая буква в начале стоит, мы ее не видим. Давайте сначала сделаем стрик, а потом уже сделаем капитализ. сработал. Ой, нет. Че-че-че-че-че-че. А, у меня таб сработал. Слушайте, в этом ПТ Пайтоне работает таб. После... Он вычисляет... Прикольно. Вот. Во. Да? Ну, там есть еще всякие страшные... Страшные вещи. Вот. Шляп. Вот. Слушайте, как нагенерить пароль, вы меня в чайке спросите. У меня есть отличный однострочник, который генерит отличные пароли. На Питоне, кстати. Вот. Я его уже несколько раз публиковал, мне очень нравится. Я его либо переопубликую, либо просто в ссылочку дам. Да. Ну, такой однострочник строк о символах наверное на 200. Значит, ну, можно вызывать из командной строки. Значит, вот. Куча всяких методов, которые работают с представлением. Кстати, если уж пошла тема про стрип, стрип у нас обрезает пробельные символы. Пробельные символы перевода строки, табуляции и пробелы, еще кажется, перевода форматов. Но, впрочем, в последнем я не уверен. Удобная совершенно штука вот этот стрип. Потому что, как видите, когда мы смотрим на строчку, нам кажется, что вот это первая буква. А на самом деле она не первая. Например, Capital Ice не стал увеличивать букву А. Он стал увеличивать пробел. Ну, собственно, тоже не стал, но, по крайней мере, попытался. Да? А после того, как мы ее пострипали, то есть убрали с конца и сначала пробелы, вот он вообще «А вот, пожалуйста, не работай». Вот. Кстати, обратная функция тоже есть. Она называется, ну, допустим, Center. И можно указать там. Вот. Даже можно указать, чем заполнить. «Экзакли ванча». Спасибо, дорогая, пускай будет «Экзакли ванча». Вот. то же самое там. Пожалуйста, можно вот так делать. Ну, в общем, понятно. «Экзакли ванча». И это все, в общем, очевидное. Все. Виктор спрашивает, работает ли «Аперложер» с любимыми кодировками. Давайте проверим. Работает. Тут некто «Екзакли ванча». Сокрушается, что нельзя пострипать докстринги. Ну, без них будет хуже. Наверное, вы встречали такой код, в котором есть плохие докстринги, но это, наверное, претензия не к питону, а к тому, кто написал такой код, в котором хочется пострипать докстринги. Вот. Плохие докстринги. Есть много всяких проверочных функций. Реально много. из «Алнум», из «Альфа», из «Децима», из «Дигит», из «Идентифайера», из «Ловер». Ну, в общем, они проверяют, является ли строка или символ в строке. Надо посмотреть, да? Вот. Кстати. Ага. Целая строка. А последовательностью, скажем, маленьких символов или больших. Вот. Очень много. Ну, и так дальше. Вот почитайте документацию. Я с удивлением обнаружил, что из «Ньюмерик» отличается от из «Децима» и из «Дигит» тем, что он проверяет, проверяет, является ли данное число, данная строка содержит ли она символы, которые, ну, с точки зрения юникода, как числовые, например. Сейчас. Ну-ка. Во! Винти! Винти! Вот эта вот сила на втором. Он тоже не юник. Вот. Примерно так. Интересно, бесконечность не юник? Давайте посмотрим. Бесконечность не юник. Ну, что за дела? Одна вторая, значит, не юник. Я использую шрифт, в котором нету символа одна вторая. Это моего собственного нарисования шрифт. Вот. Если вы видите шрифт с вот такой буквой «К» в моих лекциях, скорее всего, этот шрифт нарисовал я. Вот. Так вот, значит, там нет еще одной второй, я еще не нарисовал одну вторую. Вот. Поэтому я временно переключился, временно переключился на шрифт, в котором использованы вообще все-все-все-все-все-все. И вот там, вот видите, есть это все. Ну, из не юник. Такая странная хивня. Ой, надо быстрее. Есть еще проверочные строки start with и yes with, которые позволяют проверять, начинается ли строка на что-то или заканчивается ли строка на что-то. Они вкупе с функциями от remove suffix и remove prefix нужны для того, чтобы не нагружать работу со строками ненужными линейными операциями. Смотрите, если вы пишете что-то типа trolley-vally starts with, допустим, asd, то это, в общем-то, то же самое, что то же самое, что этот самый уйсуштя. Я вот с этим петапайтоном обленился и перестал создавать переменные, да? a.startswith asd. это в вашем, только a большой, тоже. Это в вашем ptom примерно то же самое, что a, двоеточие, ну, скажем, третье, да, равняется asd. проблема состоит в том, что в этом случае у вас произойдет гораздо больше операций, и если эти строки большие, и эти подстройки тоже большие, гораздо больше операций, чем вот в этом. В этом случае ваша функция проитерирует a и проитерирует asd и поэлементу их сравнивает, а вот в этом случае у вас создастся новый элемент данных, строка из трех элементов, запустится операция сравнения универсальная, которая будет, ну, короче, гораздо более тяжелой штукой. То же самое с функцией dv и то же самое с операцией, ну, скажем, a.remove suffix с тот же asd. Давайте попробуем. Ой. А, префикс, а не суффикс. А суффикс у нас sd. Да, давайте sd. Вот, смотрите. Что делает remove suffix remove suffix? Вот, например, расширение от имени файла отковырять, если оно там есть. Суффикс remove suffix удаляет конец или начало строки, если оно присутствует. Для того, чтобы эту операцию реализовать пальцами, ее всем недавно добавили, чуть ли не в 3.8 в питоне, чтобы эту операцию реализовать пальцами, надо сначала проверить, что оно starts with, а потом только, значит, удалить. Это довольно дорого, вот, и проще, проще попытаться удалить, если не удалиться, не удалить. Поэтому добавим. Там есть соответствующий PEP в питоне, можно посмотреть, зачем это сделать. Ух, не успеваю. Еще более интересные функции. Партишн. Партишн. Ну, пожалуй, да. Партишн и реплейс. Есть еще экспантар, с которым это стимуляция, будет неинтересно. Есть еще всякие правые варианты всяких функций, типа стрип и левые, которые работают со строкой только справа или только слева. Это, в общем, тоже можно все понять. Значит, партишн, слушайте, а про партишн я рассказывать не буду, наверное. Давайте посмотрим. Партишн нужен для чего? Для циклического разбора строк. Он делит строк на три части. Ну, давайте все-таки сделаем. там, допустим, T равняется Вот. Давайте еще. T партишн с каждым точкой у нас получается три части, да? До разделитель, разделитель, после разделитель. Идея стоит в том, что можно взять, обработать первые две, а потом начать обрабатывать третью снова, и снова поделить ее и так дальше. Вот. Традиционный цикл обработки, разбора строки по элементам, поликсем. А вот сплит гораздо интереснее штука. Смотрите. Она нам выдаст список, состоящий из элементов, между которыми стояли соответствующие разделители. Вот. Причем в случае, когда мы указали разделитель руками, она работает довольно ожиданно. То есть, если, например, у нас тут есть два разделителя подряд, это значит, что между ним стоит пустая строка. Вот. А если, например, мы указали ее без этих самых... Дальше даже не так сделали. Вот так. Если вы указали ее без... как интересно, а воней бы слышали сплит, а точка меда сплит рассказали без параметров, то он разделит на слова, причем, как обычно, в случае пробельными будут считаться табуляции, переводы строки и пробелы, но вот разделительными, и это единственный случай, когда без использования регулярных выражений у нас работает именно так, распознавание строки. Разделительным будет считаться не каждый разделитель в отдельности, как в случае с точечкой, а последовательность пробельных символов. То есть, вот тут были пробелы, они просто выбросились, потому что они были в начале. Первое слово вот это, нулевое, первое слово вот это, второе вот это, третье вот это, четверое вот это, пятое вот это и так далее. Вот. Очень удобная штука для того, чтобы там анализировать, например, командную строку, которая к вам приехала, ну и вообще работать со словами в строке. Если вам нужно поделить строк каким-то другим, не языковым разделителем, используйте параметр в сплите и, значит, получите то, что хотите. Вот. Последнее, что я хотел сказать перед тем, как поговорить про форматные строки, это обратная функция к функции сплит, это функция джойна. Функция сама по себе очень простая, ничего в ней нет, вообще ничего военного совсем. Единственный ее, ну как бы, недостаток, это ее, скажем так, логичный, очевидный, но слегка неочевидный синтекс. Функция джойн является обратной с функцией сплит. Смотрите, вот мы написали t сплит от точки. Мы что сделали? Мы применили наш метод сплит к строке, передав в качестве параметра разделитель. Если мы теперь хотим обратно объединить все эти строки, которые у нас лежат в списке, с помощью какого-то разделителя. Методом чего, ну это будет называться джойн, методом чего будет этот самый джойн. Казалось бы, он может быть методом списка. Нет. Понятное дело, что он не может быть, джойн не может быть методом списка, потому что список не знает, как поджойнить его содержимое. Если это строки, то то, как джойнит строки, знает, разумеется, строки. Так что джойн является методом разделителя. О! Понятно, да? Значит, давайте какое-нибудь извращение сделаем. Мы же любим всякие такие. Давай. Ну, ладно, слишком большое извращение делать не будем. О! Лишнее. О! Ты видишь? Вот. Еще раз. Джойн очень простая функция. Она собирает... Понятно, здесь идет, что здесь может быть какая угодно строка. А, это плохая строка. Вот. Она собирает из списка, точнее, из последовательности, потому что там может стоять что угодно. Собирает из последовательности, потому что понятное дело, что в каждой функции можно стоять просто последовательность. Неважно. Главное, чтобы это были строки. Вот. склеивая их вот этим разделителем, который вставляет посредине. Тоже довольно удобная штука, потому что, если бы мы делали это списком, там постоянно при попытке склеить в цикле последовательность с помощью разделителя, у нас постоянно этот последний разделитель надо потом удалять. Или проверять, не последний ли это элемент, его склеить. А тут, видите, это... Так, это что касается сплита. Значит, ну, есть еще сплит-лайнс, который... Ну, давайте прям посмотрим. А равняется раз-два-три четыре-пять-шесть шесть-сем-осем вот как видите, он если мне не изменяет наблюдательность, моя природная, он вообще говоря аналогичен методу сплит с в x-l я хочу понять, в чем у них разница и не понимаю он нужен ровно для одного он нужен ровно для одного, чтобы можно было сказать побей нам строчку на стройке, ну, то есть разбей ее по переводу строки, но оставь перевод строки на месте, чтобы когда мы сделаем вот такую штуку ну, смотрите когда мы сделаем вот такую штуку чтобы они обратно все чтобы они обратно все собрались, как были вот видите вот ради этого есть сплит-лайнс я думаю, что у сплита нету кстати, давайте посмотрим, раз уж прошла такая пьянка но нам пора переходить нам пора переходить к последней теме нет, у сплита нет такого парня все, у нас осталось 5 минут а тема на самом деле массовая давайте так, мы ее начнем а самостоятельно я свалю ее на вас потому что, ну, реально тема длинная тема называется форматные строки и вообще форматирование вот тут есть ссылка вот тут есть ссылка на теториум который надо просто прощелкать или, если вы не хотите, английский есть такой же русский который надо просто прощелкать в результате всех возможностей форматных строк вот как видите, он довольно развесистый вот и я не буду сейчас весь его вам читать вслух вот расскажу только некоторые некоторые базовые штуки и мы там немножко тупили со звуком да, в течение 5 минут значит, ну вот я 5 минут свои заживу у нас еще 10 минут есть на это вот 10 минут мы ограничимся форматные строки значит что такое форматные строки? обратите внимание что соответствующая статья в тьюториале называется Fencer Output Formatting то есть как прикольнее форматировать вывод он нужен для того чтобы выводить на экран всякие значения строки объекты любые чего там числа контролируя их внешний вид формат чтобы можно было наконец-то написать программу которая выводит таблицу умножения в столбик вот правильным образом а вот существуют три синтаксические ну два из них синтаксически похожи один синтаксически непохожий дисциплины вот этого Fencer Output Formatting и во втором бетоне в каком-то старом третьем был принят такой C-style форматирование который мы рассматривать не будем он выглядел примерно там вот форматная строка слева операция процентики форматирования тюбль вернее любая последовательность справа тюбль последовательность распаковывается и каждый процент D заменяется на соответствующий элемент да можно было даже по-моему не по вот эта штука стремительно устаревает несмотря на ее такую венерарность и похожесть на C у нее есть несколько неприятных особенностей например если вы хотите вывести две всего переменные A и B в различных форматах то вам придется все эти переменные A, B, A и B вот здесь публиковать второй способ более продвинутый и более современный состоит в том чтобы использовать другой тип форматирования форматных строк который как я понимаю был взят за пример то что был придуман кажется в США этот вариант с фигурными скобочками где вы пишете примерно вот так по-моему вот так это надо писать но могу ошибаться ну да ошибся вот при этом фишка состоит в том что вы можете просто говорить какой-нибудь параметр что-то напиши можете указать номер здесь вот нулевой здесь вот первый а здесь опять снова нулевой пожалуйста можете управлять этим форматированием написать например нулевой параметр шириной ну не знаю там 10D то есть считать его децимал это так же как вот тут как в процентиках вот шириной 10 давайте сделаем еще вот так вот отформатируем дайте чтобы было видно вот отформатируем с этой стороны отформатируем посрединки и еще можно сделать 0.10 и тогда он заполнится нулями вот более хитрый более хитрый язык форматирования у вещественных чисел я даже не буду его рассказывать почитайте пожалуйста он правда хитрый вы можете контролировать точность вот здесь у нас в чатике была рекомендация сейчас найдем вот она рекомендация проформатирование вот и сейчас мы ее скопипастим прямо спасибо Артуру о смотрите шикарно еще раз спасибо здесь написано буквально следующее что первый попавшийся что то же самое что нулевой параметр надо отформатировать как флот ну точнее фиксит потому что есть еще как фиксит и показать 30 знаков после запятой ну 30 тут кажется не показалось а может я считать не умею о я считать не умею ровно 30 знаков после запятой как прям все как в аптеке вот за дальнейшими значит пояснениями идите в язык описания он есть ссылка у нас на лекциях туда тоже есть вот а я хочу сказать что и это метод формат сейчас практически не используется уж как минимум не используется в таких простых штуках как наше с вами домашнее задание потому что ему на смену пришли так называемые форматные строки вы можете написать модификатор фы открыть скобочку квадратную фыгл и в ней писать что хотите ну например давай сейчас сделаем что у нас там есть n равняется 100 500 фы n ты дыр n плюс n делить на 2 обратите внимание также на то что то что там внутри питом вычисляет то есть фактически это кусок программы лежит у вас внутри вот этой форматной строки прямо которая работает которая может даже что-нибудь такое сделать нехорошее например смотрите что тебе не нравится инвалид синтаксис а прям неправильно и еще раз инвалид синтаксис а даже мальчик а я забыл существовавший поставить о вот этот ку-ку вырезал у нас от принта который мы вызвали а в результате строка вернул собственно 0 и 0 который принт как функция возвращает да то есть вы можете выполнить фактически такой завуалированный завуалированный экзек даже не евал экзек завуалированный внутри значит ваших строк вот правда так конечно никто делать вас не застав нет евал завуалированный евал внутри ваших строк но разумеется так никто делать вас не заставляет а вот какие-то простые вещи очень часто бывают нужны написать что-нибудь такое а б равняется 6 8 да и f а умножить на б давайте тут еще прям равно а умножить на б так что тут лишнее вот это ну какая радость более того вы же можете еще сделать вот так вот а две точечки 0 2 б две точечки 0 2 ну или там пробил здесь поставить что-то 8 не в ту сторону притянули отлично сделаем вот так ну вы меня поняли вот значит это что касаемо вот мы сейчас не проходили словари а на самом деле там еще все развесить и можно сделать вот но уже вот в такой форме форматные стройки представляют собой очень вкусную штуку вот которую реально можно использовать для хорошего нормального текстового форматирования в разных так сказать правильных формах вот чем мы с вами будем активно пользоваться в домашнем задании вот которые у нас сегодня нет но гуси тут про замену рекурсии стеком меня просят в очередной раз рассказать я пытался сегодня подготовить материал выяснилось что несмотря на то что у меня в голове есть прямо расписанный кусочек как про это говорить я не нашел никаких материалов у себя на сайте то есть есть материалы которые я делаю для удаленного спецкурса аж в 14 что ли или в 15 году вот но не здесь не на Вениксин я попробую систематизировать написать статью и тогда рассказать просто это вещь которая экспромтом там абстракции довольно тяжелые экспромтом довольно тяжелые трудно читать такую лекцию вот давайте я гляну что у меня еще осталось в планах нет мы этот вопрос исследовали сокращение говорит о том что это такой способ взлома вот вот нет нет потому что в отличие от ебала который у вас выглядит следующим образом вы что-то такое ввели да какой-нибудь вот с равняется input что-то такое ввели там и r равняется ебала от s ебала скажем вот что бы такое не ввели это пользователь это не программист это пользователь взял мы могли сюда ввести какой-то страх божий да мы могли там что угодно сделать например ну короче мы меня поняли вот а форматные строки эта ситуация ебала но полностью контролируют программистам это программист пишет когда он пишет вот так вот да вычисление самого с не происходит происходит вычисление того выражения которого есть которого тут напишет но и хорошо так-то это не страшно так это кавычки вот понимаете то есть там действительно происходит ебала внутри фигурного скоба но то выражение которое вы ебалите вы же сами как программисты пишете так что есть большая разница между ебалом в программе и форматной строкой последняя фишка которую хочу рассказать про форматную строку это модификатор равно давайте так сделаем чё ща возможно он не везде работает а понятно он не с той стороны равно поставил не с той стороны поставил равно вот так надо написать а равно b равно я пусть а внешне ты ты а чё здесь не так а равно 6 b равно 8 да вот только наверное ну короче вы меня поняли да в чём идея идея в том что если вставить модификатор равно после после выражения то форматная строчка ещё запоминает само выражение и тоже вывозит на экран чтобы не писать чтобы не писать какую-то фигню типа а равно а да вот вместо этого вы можете написать вот так вот или здесь или здесь а умножить на 2 плюс 1 плюс b и здесь тоже а а умножить на плюс да вот вот чтобы вот так не писать а писать вот так вот собственно я выжил всё время которое у нас было я рассказал всё кроме вот байтовых строков и байтерейф но это и правильно у нас разговор про них будет в лекции про представление файлов про представление данных вот и там будут и напня там будет и всё там будет поэтому это надо просто отсюда вырезать вот значит я говорю вы тем временем задавайте вопросы которые на которые я не ответил или которые хотите задать прямо сейчас вот да домашних заданий будут будут я надеюсь что либо сегодня формулировки завтра теста либо и тесты формулировки завтра вот домашние задания будут на строки и наверное на числа в децимал чем-то таком вот если нет вопросов то наверное всё всем спасибо и до новых встреч вот в следующий раз давайте посмотрим что у нас будет в следующий раз в следующий раз у нас словари в словаре это очень важно ну всё до новых встреч